Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и сегодня у нас в гостях главный врач Люберинской областной больницы Дмитрий Семенцов. Недавно мы встречались, но, как вы понимаете, мы продолжаем внимательно следить за всем тем, что связано с пандемией, с ковидом, либо с улучшением ситуации, а в некоторых странах вроде бы с ухудшением ситуации. Поэтому мы вновь позвали Дмитрия Семенцова для того, чтобы он ответил на наши вопросы. Ну и вообще с врачом всегда приятнее поговорить. Мало ли, врач скажет, что-то у вас какой-то взгляд не такой. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай! Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день все-таки какая ситуация конкретно как главный врач Люберинской областной больницы с точки зрения пандемии? Как вы можете ее оценить? Я могу оценить, что пандемия сохраняется, однако количество заболевших у нас отмечается стойкой тенденцией к уменьшению количества заболевших, что выражается в том числе и на снижение количества госпитализации. То есть ситуация на сегодняшний день по коронавирусу стабильная. То есть можно еще ее оценить с точки зрения, что цифры действительно все время, то есть чисто математически, идут вниз. А вообще ситуация, есть какие-то оценки по городскому округу Люберцы? Какова у нас ситуация? Сколько переболело и так далее в этом плане? Ну, есть у нас, безусловно, такие цифры есть, сколько переболело, есть сколько, так сказать, и скончалось в том числе. Летальных исходов, да. Сколько летальных исходов. Мы эту информацию еженедельно отслеживаем. Но тут я хотел бы привести пример сотрудников Люберецкой больницы, как определенный срез общества, который, может быть, нельзя экстраполировать на общество в целом. Но, тем не менее, на настоящее время у нас вакцинировано 47,2% всех сотрудников. И еще 42,3% имеют иммунитет, то есть высокий титр антител ЖИ. То есть среди сотрудников Люберецкой больницы около 90, чуть меньше 90% имеют либо естественный иммунитет, как переболевший, либо приобретенный, как вакцинированный. То есть врачи безопасны, вы к этому ведете? Да, и врачи, и медицинские работники безопасны, да. 2,7% сотрудников у нас не вакцинировано по причине противопоказаний к вакцинации, которые они имеют в настоящее время. Но они могут работать? Они могут работать, да. Они могут работать. Другое дело, что эти противопоказания, ну, положим, какие-то обострения хронических заболеваний, это корригируемый фактор, после коррекции которого человек прививается. Или человек на больничном по поводу ОРВИ, да, он тоже не может быть привит, он выздоравливает, потом прививается. То есть такой динамический процесс, но тем не менее, да, медики первые встретили, так сказать, коронавирус, да, первые переболели, ну, и первые в значимой своей части приобрели иммунитет таким, ну, если можно сказать так, естественным путем. Хорошо. Мы сейчас еще поговорим, безусловно, по прививанию, по вакцинам. То есть вы хотели завершить эту фразу. То есть на сегодняшний день медики готовы к любому развитию ситуации, потому что они как бы в строю. Да, совершенно верно. Они в строю, вот, и они своим примером, да, примерами, ведь личный пример это самый важный такой момент в плане, ну, разъяснения необходимости, в том числе и вакцинации. Потому что не секрет, что есть определенные, ну, вбросы информационные, так сказать, против вакцинации, факты, да, которые приводят в том числе и люди из мира науки, из мира медицины, так сказать, это все в общем доступе в интернете. Так вот я хочу сказать, что наиболее убедительный всегда личный пример, да, и у нас вот то, что у нас привито более 47% уже на сегодняшний день вакцинации продолжается, всех сотрудников, которым показана вакцинация, я считаю, это очень таким примером важно. Ну, кто-то может сказать, что, наверное, главный врач своим каким-нибудь внутренним устным приказом сказал, если не привьетесь, то я вас уволю. Не было такого? Нет, такого не было, такого не было, и больше того я могу сказать, что с законодательной точки зрения у меня таких прав нет. Вот, это, так сказать, информация в первую очередь для медицинских работников. Ну, и потом я могу сказать, что подавляющее большинство медицинских работников напрямую сталкивается с последствиями ковида. Либо у пациентов, либо у своих родственников, либо сами перенесли. И большей агитации, да, в этом плане быть не может. Да, быть не может, когда человек сам столкнулся с этой бедой, со смертью, с инвалидизацией, да, пациентов, либо там, не дай бог, своих близких. Поэтому, честно говоря, сильно уговаривать медицинских работников не приходится. Мы вернемся, как я уже сказал, к прививкам чуть позже. А пока фактически год прошел с того самого дня, когда, ну, или недели, можно так сказать, когда началась вот эта вот наша новая жизнь. Да, все сказали, что мы теперь живем до и после пандемии. Но после мы еще не живем, пока уже в надежде на то, что в каком-то финальном ее отрезке. Скажите, пожалуйста, сегодня очень многие говорят, что, ну, человек ко всему привыкает. Медицинские работники, безусловно, которые встретили, что называется, да, в первых рядах эту болезнь, теперь они к ней относятся уже, ну, более-менее спокойно, в том смысле, что они знают, понимают. Может быть, не до конца, но, по крайней мере, спокойствие в их рядах, безусловно, присутствует. Но есть еще один такой момент, последствия. Да, сегодня, вот вы говорите, статьи, выступления, научные, ненаучные, а я видела, а я слышала, или у меня самой. Есть четкое мнение, что одно дело заболеть, переболеть, выползти, вылезти, спастись. А другое дело, есть ли какие-то серьезные последствия от ковида, и насколько сегодня они изучены, или они пока проходят такую исследовательскую практику? Безусловно, мы, работая с ковидом, вот то время, о котором вы сказали, приобрели определенный опыт не только в его лечении, но и в прогнозировании, в том числе и неблагоприятных исходов после выздоровления пациента. Потому что, как показывает практика, как показывает опыт борьбы с ковидом, недостаточно вылечить человека на стационарном этапе и выписать его. Дело в том, что ковид поражает всю сердечно-сосудистую систему, соответственно, имеет такие полиорганные, полисистемные проявления. Это может быть и манифестация, или обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Это могут быть тромбоэмболические осложнения. Это могут быть серьезные последствия, вызванные поражением легких, которые выливаются в фиброз легких и дыхательную недостаточность. И пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, даже выздоровев, имеют значительно больший риск умереть в первые несколько месяцев после выписки, нежели чем люди, не переболевшие. Таким образом, сейчас разрабатываются схемы и определенные подходы к ведению пациентов в постгоспитальном периоде. Создаются так называемые мультидисциплинарные бригады, то есть бригады, состоящие из специалистов различных направлений медицины. Это и терапевты, это и неврологи, и эндокринологи, и специалисты реабилитологи, специалисты разных направлений, которые разрабатывают схему ведения данного конкретного пациента с учетом особенностей течения его ковида и его коморбидности, то есть сопутствующих заболеваний. Ну и, наверное, как-то эти данные каким-то образом аккумулируются, потому что, насколько я понимаю, в медицинской практике какие-то похожие ситуации потом вырабатываются в методику лечения, правильно? Конечно, конечно. Мы также копим опыт, этот же опыт приобретают наши коллеги из других центров. Этот опыт суммируется, именно на основании него разрабатываются данные рекомендации. Еще такой вопрос. Осталось огромное количество людей, подавляющее, надеюсь, большинство, которые так или иначе не столкнулись с ковидом, не переболели. То ли они действительно очень четко, как называется, обливались всевозможными жидкостями и по три маски надевали, или старались не контактировать, многие до сих пор стараются не контактировать со своими родными. Можно ли сказать, что все равно каждый из нас постепенно столкнется с этой историей, и вероятность того, что он переболеет спокойно, никто гарантировать не может этого? Вы абсолютно точно заметили, что каждый из нас обязательно столкнется с вирусом. Все профилактические меры, которые применяются, они, безусловно, крайне важны, но нужно понимать одно. Они абсолютно не исключают сами по себе развитие заболевания человека. Они просто размывают процесс заражения на более длительный период. Поэтому с вирусом каждый человек столкнется обязательно. Как показывает опыт других инфекционных заболеваний, имеется небольшой процент людей, ну как бы невосприимчивых, имеющих естественный иммунитет к данному заболеванию. Но такой процент, как правило, очень невелик. Поэтому, к сожалению, надо понимать, что каждый из нас обязательно столкнется с вирусом и переболеет в той или иной степени тяжести. Прогнозировать развитие каких-то тяжелых вариантов течения заболевания, тяжелых осложнений коронавирусной инфекции практически невозможно. А еще такой вопрос, и поговорим о вакцинации. Может человек, находясь среди трех стопроцентно зараженных, больных людей, все-таки не заразиться вирусом, не используя никаких средств защиты? Теоретически может. Только благодаря своему иммунитету? Да, только благодаря своему иммунитету. Но, повторяю, таких людей, имеющих стойкий естественный иммунитет, их в популяции процент незначительный. Поэтому, к сожалению, гораздо большая вероятность у человека заболеть, чем не заболеть. Ну, то есть вирус в курсе, что о наших слабости, скажем так. Ну, а теперь говорим о прививках, о вакцинации. Безусловно, этот вопрос сейчас многих волнует. Почему? Потому что по-прежнему идет, ну, скажем так, борьба вакцин с точки зрения международных отношений. Идет прививочная кампания, и есть четкое ощущение, что не все горят желанием, если брать Российскую Федерацию, в том числе, наверное, городской округ Люберца, прививаться. Есть у нас данные о прививании жителей и вообще, как они идут на вакцинацию. Потому что по телевидению или где-нибудь еще нам показывают радостные лица, вот я привилась, призывы мы слышим, но есть четкое ощущение, что число этих людей невелико. И почему люди боятся прививки? Я могу сказать четко, четкие цифры, да, сколько у нас в настоящее время привито. В настоящее время у нас привито 14 тысяч с небольшим человек, что составляет чуть менее 6% от всей популяции, которая, так сказать, показана прививки. Это значение, целевое значение должно у нас быть 60%. Только тогда мы выработаем популяционный иммунитет. С учетом переболевших, да, 60% должно привиться, чтобы был стойкий популяционный иммунитет, который препятствует распространению коронавируса, а конкретно препятствует возникновению третьей волны, так называемой третьей волны, о которых сейчас говорят. Если говорить о, почему люди не активно идут прививаться, ну, я думаю, тут несколько аспектов. Во-первых, то, о чем я уже говорил, что люди не сталкивались сами, да, с тяжелыми проявлениями коронавируса у себя и у своих знакомых. Потому что кто столкнулся, таких вопросов, как правило, не задают. И вакцинируются, так сказать, с удовольствием. Вот. Также, наверное, сейчас у нас играет, так сказать, против нас то, что у нас небольшое количество вакцинированных, которые могут сами сказать, что они перенесли прививку легко, что побочных эффектов практически не было, или они были, так сказать, минимально выраженными, абсолютно, так сказать, человека не смутили, да, вот, а это действительно так, то есть хорошая переносимость и безопасность вакцины. Вот. Пока у нас не накоплен определенный пул наших граждан, которые несут эту позитивную информацию, которая соответствует действительности, наверное, это тоже, так сказать, да, ну, не отвечает на какие-то вопросы у наших, так сказать, жителей, да. Мы еще сейчас поставим несколько вопросов, сделаем небольшую паузу, продолжим во второй части говорить о вакцинации, и, кстати, немножечко о третьей волне тоже поговорим. Это программа «Открытый диалог». У нас в гостях главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях главный врач Люберецкой областной больницы. Мы, естественно, говорим о ковиде, говорим о ситуации вокруг него, но в финале программы и поговорим о Люберецкой областной больнице, какие новости именно в ней или связанные с ней. Тем более, что главный врач Дмитрий Семенцов здесь у нас в студии. Продолжим о прививках. Итак, вы сказали, что мало того, что люди не очень хорошо понимают, что это такое, те люди, которые прививаются, особо об этом не рассказывают. То есть правильно понимаю, что есть запрос на некую наглядную агитацию с точки зрения вакцинировавшихся? Что вот они живы и здоровы, что у кого-то и температура даже не повышалась и так далее? Да, безусловно, это очень важный момент информирования населения об эффективности и безопасности вакцин, которыми мы сейчас прививаем. Мы проводим такую работу совместно с администрацией городского округа Люберцы. У нас созданы фильмы, популяризирующие вакцинацию. У нас есть рекламная продукция определенная, если слово это здесь применимо, с наиболее часто встречающимися вопросами, которые возникают у наших жителей. Мы их суммировали, разработали специальный проспект и имеем возможность его распространения. Есть рекламная продукция, билборды. У нас наши доктора, которые работают в том числе и в красной зоне, выступают перед коллективами, организованными коллективами, предприятиями. Выезжаем специально, доносим до них ту самую правду о болезни и о вакцинации, те знаниями, которыми мы обладаем. То есть эта работа проводится достаточно широко. И мы ожидаем от нее, конечно, отдачи в виде увеличения количества вакцинированных. Но почему главная причина? Ведь это не только Российская Федерация происходит. Даже в мире, где ситуация, судя по последним сообщениям, ухудшается, люди все равно неохотно вакцинируются. Вопрос такой. Почему до сих пор у человечества, которое вроде бы понимает... Одной частью головы мы понимаем, что это правильное решение, другого как бы нет. А с другой стороны, люди не идут на это, боятся эту вакцину. Боятся умереть, тем более, что, например, некоторые западные вакцины, не будем их называть, они разные, приводят к различным вроде бы заболеваниям, хотя и это не доказано. Связано это с принятием вакцины, с прививанием не связано. Почему такое негативное отношение у людей к вакцинам? Вы знаете, я бы не стал говорить, что такое негативное отношение есть везде. У нас есть пример стран, в которых вакцинировалось уже достаточно серьезное количество людей. Кстати, в число этих стран входит и Россия. Мы тут далеко не в конце списка. Но, положим, и в Соединенных Штатах Америки вакцинировался большой процент населения. И в Израиле, несмотря на то, что там население не сравнить, положим, с российским, но процент населения, вакцинировавшись, он достаточно высок. И, повторяю, Россия, если у меня правильные данные, третье место занимает в мире по проценту вакцинируемых. Но, естественно, как все новое, поскольку и вирус абсолютно новый, и возник он недавно, и вакцины все, которые сейчас разрешены к применению, они синтезированы недавно. Наверное, есть какая-то настороженность в плане. Тем более, что мы действительно знаем примеры определенных вакцин, которые показали, так скажем, массовые осложнения. Это речь идет не о российских вакцинах, это речь идет о зарубежных вакцинах, которые показали массовые осложнения, и несколько стран даже запретили к применению, до выяснения, связи данных осложнений с вакцинацией, запретили их применение. Той вакциной, которую вакцинируем мы, это гамм-ковид-вак, она имеет наиболее большой процент по использованию в нашей стране и наиболее изучена с точки зрения эффективности и безопасности. И здесь можно с четкой определенностью сказать, что количество серьезных нежелательных явлений крайне мало, оно меньше полупроцента вызывает. А в основном то, что сталкиваются люди, если они имеют нежелательные явления или побочные эффекты, они достаточно типичны вообще для вакцин. То есть это покраснение, может быть небольшой отек в точке инъекции, это может быть субфибрильная температура, то есть менее 38 градусов Цельсия, это может быть ломота, мышечная ломота, слабость, то есть такие слабые проявления респираторной инфекции, которые длятся, если они возникают, то длятся они, как правило, 2-3 дня, проходят самостоятельно, не требуют какой-то коррекции. Вот, вопросы, очень много вопросов возникает для групп населения, которые имеют сопутствующие заболевания. Это сердечно-сосудистые заболевания, это сахарный диабет, это онкология, это различные гормональные нарушения. Здесь, конечно, вопросов много, и не на все эти вопросы мы знаем в настоящее время ответ. Поэтому есть четкие противопоказания для введения вакцины, они прописаны в каждой инструкции. И есть сложные клинические случаи в решении вопроса о целесообразности вакцинации должен обязательно принимать лечащий врач. Прививок много, да. Некоторые прививки, когда люди, например, поступают на работу в медицинской книжке, там есть целый список, которые они делают, даже не обращая на это особо внимания, потому что абсолютное доверие к этому есть. Когда с момента вхождения вакцины в процесс, через сколько лет может прийти и ощущение того, что будет у нас необходимая прививка от ковида, ну, естественно, никто даже думать об этом не будет. Лет 5-10? Нет, я думаю, что нам таких сроков не дано. Жизнь не дает нам таких сроков, да. Перед нами поставлена задача достаточно конкретная, вот привить, так сказать, те самые 60% населения до 1 июня текущего года. Именно тогда мы получим стойкий иммунитет, и мы сохраним человеческий ресурс. Мы избежим тех смертей, которые мы можем избежать, вакцинируя наше население. Повторяю, что большинство переболевших, в том числе и моих коллег, они переболели именно в довакцинированную эпоху. И тогда не было возможности привиться. Сейчас эта возможность есть, причем это бесплатно и доступно для всех. Мы понимаем с вами, что, наверное, 60% к 1 июня вряд ли нам удастся добиться этого. Возникает вопрос, и он тоже как бы в воздухе, что называется, висит, и о нем много говорят. Есть ли у государства какой-то вариант заставить людей делать прививку? Или нет? Потому что с точки зрения сегодняшнего законодательства и медицинской практики, все-таки человек в праве сам выбирать, прививаться или не прививаться. В настоящее время подход таков, что прививка – это абсолютно добровольное дело каждого человека. Заставить его, повторяю, исходя из сегодняшних реалий нашего законодательства, заставить никого нельзя. С другой стороны, работодатель может поощрять вакцинацию своих сотрудников, понимая, что это предотвращает заболеваемость, соответственно, несет определенный, в том числе и экономический эффект для каждого руководителя. Он может поощрением вакцинируемых стимулировать этот процесс. Добавить недельку к отпуску, например. Например. Или 2-3 дня, как у нас, например, наши руководители крупных предприятий в Люберцах, уже делают. Они дают, например, 3 дня отгула после вакцинации. Или дополнительные дни к отпуску. Или еще какие-то преференции, которые стимулируют на вакцинацию. И тут процесс такой, он как бы лавинообразный. Чем больше человек провакцинировалось, тем больше человек скажет, что это было абсолютно не страшно, безопасно. Расскажут всем остальным. И люди пойдут. Тут надо немножко поработать в этом направлении. А вам сверху приходит какая-то команда, требуем, чтобы процент увеличивался вакцинируемых. Требуют от вас какие-то документы? От нас нет. Документов таких нет. У нас есть целевые значения, разработанные Минздравом, РФ, на основании научных исследований по приобретению популяционного иммунитета. Мы знаем, соответственно, то количество, которое мы должны привить каждый по своему прикрепленному населению. Ну и работаем в данном направлении. Это не требование, это осознание всеми нами необходимости проведения этой кампании по вакцинации. Хорошо. Ну а теперь поговорим о третьей волне. Очень многие спрашивают, как это странно получается? Во всех странах говорят о том, что началась третья волна, появляются какие-то новые штаммы этого заболевания, и не только британские, о которых так много говорят все. И это происходит рядом с нами в европейских странах и так далее и тому подобное. И только такое ощущение, что только одна Россия заявляет о том, что ситуация улучшается, улучшается и улучшается. Вот не выглядит это странным как-то? Знаете, я могу сказать, мы имеем абсолютно четкие данные по заболеваемости и по госпитализации, поэтому тут никаких, так сказать, манипуляций быть не может. И я могу с полной ответственностью заявить, что сейчас эпидемия идет на спаду. Но это не значит, во-первых, что ее нет и что мы можем расслабиться. Это абсолютно не значит. Сейчас уменьшается количество госпитализаций. С другой стороны, это абсолютно не исключает той самой третьей волны. Даже у нас? В том числе и у нас. Понимаете, для вируса, для него, в общем, границ-то нет. И люди все одинаковые, и люди, и страны, и так далее. И одним воздухом дышим. И одним воздухом дышим. Совершенно верно. Вирус не разбирает, какой национальности или в каком государстве живет человек. Поэтому то, что сейчас у нас нет третьей волны, я думаю, это происходит благодаря, в том числе и тем мерам, в том числе и профилактическим, которые уже были приняты, о чем мы говорили. Это масочный режим, это социальная, так сказать, дистанция, изоляция и так далее, и так далее. Не буду повторять все эти меры. Именно поэтому сейчас мы имеем стабильную эпидообстановку. Но, повторюсь, это абсолютно не исключает ее ухудшение. И именно поэтому мы призываем людей активнее вакцинироваться, потому что это, по сути, по своей, единственный способ избежать третьей волны. И что-то подсказывает, что если третья волна не приведи Господи будет, то она начнется опять осенью. Поэтому у нас есть какое-то время для того, чтобы успеть эту волну предостеречь. Совершенно верно. Очень небольшое время. Почему я говорю, что нам не дано никаких лет, нам даны месяц, два, три. Хорошо. Значит, маски сохраняем, поэтому. И вот такой вопрос. Мы продолжаем обливаться всеми? Огромное количество сейчас можно приобрести антисептиков? Или все-таки нужно как-то к ним относиться? Ну, не каждые пять минут этим антисептиком пользоваться? Вы знаете, я вам скажу такую крамольную вещь. Крамольную вещь, так сказать, антисептики, они должны применяться, конечно, с другой стороны, и обычное мыло, если хорошо руки вымыты, они не оставляют вирусу шансы, потому что он не очень устойчив во внешней среде. Вот. Самое главное, самое главное, это не касаться лица и слизистых руками. даже если на руках есть вирус, если вы не касаетесь своего лица, языка, глаз, других мест, где у нас слизистая оболочка контактирует с окружающей средой, то у вируса нет шансов, он не проникает через кожу. Понятно. Поэтому пользоваться антисептиками нужно, безусловно. Но в разумных пределах. Но в разумных пределах главное руки от лица. Хорошо. И последний вопрос. Больница работает в штатном режиме? Больница работает в штатном режиме. У нас остался единственный ковидный стационар. Это 369 коек в Красково Карла Маркса 90. Стационар продолжает работать в режиме инфекционного стационара. Потому что больные есть, больные поступают. Эпидемия продолжается, несмотря на уменьшение количества госпитализаций, в сутки туда госпитализируется где-то порядка 20-30 человек ежедневно с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Остальные наши подразделения стационарные, это первый стационар по Октябрьскому проспекту 338 и второй стационар по Кирову 36 работают, так скажем, в не ковидном, чистом традиционном режиме. То есть все поступающие туда обследуются на наличие коронавируса. А потом уже госпитализируются, им оказывается либо экстренная, либо плановая помощь. Так же, как и работают все наши амбулаторно-поликлинические учреждения в режиме профилактики заболеваемости, но ежедневным планом. Будем надеяться, что количество икросковок когда-нибудь перейдет в нормальный режим работы. Главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов был гостем сегодняшней программы «Открытый диалог». Не болейте и помните, что вирус по-прежнему с нами. Будьте предельно внимательны и подумайте о том, как избежать заражения. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин